Всем привет ребята, добро пожаловать в наш мир цветных чернил, мы давно не виделись и не переживайте конечно же мы не будем лазить по заброшкам вместо того чтобы смотреть на ваши рисунки, это было просто так для развлечения видео, многие просят снимите что-нибудь еще, снимите что-нибудь еще, ну вот вот вам сняли, правда меня на заброшку не взяли, я так хотел спасти этого лунтика, он бедный несчастный, он даже очень хорошо выглядел, я бы его помыл и спать бы с ним лег, ну в смысле в нормальном смысле как с игрушкой, ну или на полочку бы куда-нибудь посадил, ну жалко было до боли прям этого лунтика, родился на луне, оказался где-то в мусорке, а сейчас ребята слушайте внимательно, я вам покажу одну маленькую фишку, представьте себе такую ситуацию, сидите вы значит дома и тут бац оповещение, оба на видео вышло, ну например на нашем канале, ну не важно на чьем, и короче вы смотрите такие, оба на 40 минут видео, уже такие приготовились смотреть, и тут бац мамка заходит и говорит, ах ты двоечник такой, у тебя пал гибрид двойка, у тебя таблица умножения не выучена, у тебя даты по истории незапомненные, и по английскому ты вообще не понимаешь, а ну-ка быстро сел за уроки, а вы такие, ну блин, ну видео, ну я же так хочу его посмотреть, и тут вы такие, мам, ну пожалуйста, ну можно я видео посмотрю и сяду за уроки, мама такая включает секундомер и говорит, у тебя есть 20 минут, через 20 минут я приду, чтобы ты сел за уроки, а вы такие, чёрт, а 20 минут, а видео то 40 идёт, а свой рисунок ведь пропустить не хочется, и сейчас я вам покажу такую фишку, чтобы 40 минут на видео можно было за 20 посмотреть и ничего не пропустить, потому что когда вы перематываете, вы пропускаете некоторые рисунки, смотрите внимательно, заходите вы на ютубчик, и смотрите, вот видео, оно 20 минут уйдёт, а вы хотите за 10 его посмотреть, нажимайте вот сюда в настройки на эту штучку, выбирайте скорость, вот у нас стоит обычная, но мы ставим не обычную, а мы ставим на 2, и скорость у нас увеличивается в 2 раза, в этом случае вы будете видеть абсолютно все рисунки, и на нас естественно не обидитесь, и поставите нам вот тут лайкосик, и всё, и все будут счастливы, и конечно же не забываем нажимать колокольчик, потому что оповещения не всегда и не всем приходят, ну как вам фишка, по-моему клёвая вещь, я сам её не так давно открыл, хотя уже 2 года на ютубе, и я даже никогда не обращал внимания на все эти значки, которые там есть, а оказывается там вот такая полезная кнопочка есть, а теперь я хотел вам сообщить, что наступила осень, и скоро будет зима, скоро выйдет Новый Год, кстати на Новый Год у нас уже рисуют некоторые, так что вы имейте ввиду, я просто очень люблю Новый Год, это мой любимейший праздник, а ещё я хотел сообщить, что у меня очень-очень печёт, просто-просто горит, горит, всё горит, ой, а что горит, где горит, всё горит, везде горит, очередь горит, э, Борис, а кстати, чё ты в таком костюме? О, да это у кого-то фантазия слишком буйная, в пони меня нарядили, э, ладно, неважно, из-за мины рисунки постоянно опаздывают, вот полюбуйся, народ не успел на конкурс, ну ничего страшного, подумаешь, там ну через выпуск проскочили, не попали в тот, попали в этот, всё в порядке, ребята, не ноем, описания не читаны, критика не критикована, очередь с километра растянулась, да кто тебе виноват ленивой задницы? Эй, Борис, я тут ни при чём, я заболел, это несчастный случай был, Ну из-за твоего несчастного случая очередь опять растянулась Ну ничего, я возьму себя в руки и буду работать и работать и работать, пока не разгоню всю очередь О, мечтай, ты уже год так говоришь, разгоняешь Ну ты понимаешь, Борис, постоянно что-то происходит, какие-то косяки А Иксуша почему критику не критикует? Опа-па-па, Иксуша всё уже сделал, завтра выйдет критика сто процентов Выйдет сто процентов, она должна была выйти ещё неделю назад Алиса, когда у нас будут новости? Слушай, Бенди, я тебе за пять минут сейчас новостей наделаю, ну-ка покажи мне рисунки, пожалуйста А ну-ану, давай, посмотрю я на тебя, новостная ты наша Пожалуйста, новость номер один Борис за два месяца накачал себе мускул и пресс, как у Арнольда Шварценеггера Владик так много лепил из пластилина, что сошёл с ума Сэм Танте похитил Дашу и кормил её две недели гречкой Алина Мансон совершила нападение на Санса и была посажена на 15 суток за мелкое хулиганство Но пройдя курс воспитания, она поняла, дети, если вас обижают, не бейте в ответ Алис, там по-моему ещё одна картинка была Не знаю, я её не видела Нацуки просила не оставлять её в подвешенном состоянии Алис, там по-моему критику просили Отличный рисунок, никакой критики Катерина начала хуманизацию своей огромной семьи Окончание хуманизации всех её 120 с лишним персонажей ожидается через два года Фрэши заявила, что она совсем не милая, ну посмотрите на неё, ну тут же эталон милоты Алис, ну это по-моему не новость Для меня это новость, котик Микс одел слишком облегающие шорты И теперь не может их снять Самой красивой женщиной планеты была признана Алиса из игры Бенди Чернильная машина Эй Алиса, это уже по-моему жёлтая пресса какая-то Нет Бенди, это не жёлтая пресса, это чёрная пресса В эти выходные прошёл модный показ из новой коллекции Юми Селины Где она представила множество разнообразных нарядов Наряды были представлены как для взрослых особей, так и для маленьких детей Ах, я бы прикупила там пару платьев Алиса, губа, за каталку себе прикупи Она у меня уже есть, она мне не помогает Стик получил новое прозвище Руки-ноги-макароны Чё, Алис, за что это он получил такое прозвище? Ну посмотри, у него руки-ноги на макароны похожи Да уж, ну и новости Самые сильные санцы планеты были собраны каким-то чёрным человечком для того, чтобы спасти мир И последняя новость на сегодня, напоминаем вам, что скоро наступит зима, так что утепляетесь О, Алис, смотри ещё какая классная новость Нападение огромных котиков-шариков состоится в эти выходные на планету Земля Ай, скучные какие-то у тебя новости Это у тебя скучные новости, у меня самые классные новости в мире Вот, пожалуйста Женя совершил первый полёт на Луну И поставил там свой флаг Риса поставила рекорд Гиннеса и съела леденец за 2 секунды Отлично ты выглядишь, Рисан, нафига тебе критика? Надя открыла фабрику по производству персонажей Два персонажа в день, это скорость фабрики надежды Девиз этой фабрики, не дня без персонажа Бенди, я никогда не понимала, зачем вам столько персонажей И я сам не понимаю, просто понимаешь, Алиса, когда фантазия включается, нельзя её останавливать, пусть она работает Школьная доска подала в суд на ученика, который назвал её плоской Самый модный наряд этой осени представил Века Бенди Как, неужели не у меня самый красивый наряд? А вот обломись, Алиса, не у тебя Не может этого быть Может, может, а вот ещё у неё самый красивый наряд Смотри, какой у неё плащ, какой у неё глаз волшебный Не то, что у тебя У тебя вообще глаза нет Даже у Черри платье красивее, чем у тебя У неё фиолетовое, а ты вечно в чёрном ходишь А вот у неё, глянь, какой наряд, какие стройные ноги Коротенькая юбка Просто идеально для осени Ну ты знаешь, Бенди, поздней осенью в такой юбке холодно будет Ничего страшного, вместо юбки штаны оденет А это я не знаю, чей портрет И почему у него окарочка из головы торчат По-моему, это не окарочка, а кисточки ушей Всё, Алиса, твои наряды закончились Дальше пошли мои знакомые Вот это Гаел, которая раньше была Нурай И даже не спрашивайте, почему она теперь Гаел Я сам не знаю Этого я тоже знаю, это наш Сэмми Его трудно не узнать Кстати, Борис, Сэмми почему-то с топором идёт за тобой Я ничего не знаю, я ничего не делал А это Евчик Вольская Её я тоже знаю Так, а вот это вот я не знаю кто Я знаю, что это из рода Куки Может, это Овсидия Хотя у них там семейство разрослось Их там много стало Они все похожи друг на друга Они не могут быть похожи друг на друга Они все отличаются Да, а вот посмотри Вот она похожа на Куки, например Хотя зовут её Киоми А ты знаешь, кто меня ещё напоминает Куки? Вот, Пинки Пай мне напоминает Куки Из семейства Пони Которая любит улыбки, сладости и веселье И не любит зло, враньё и печаль Хотя у неё есть злая сторона Вот, пожалуйста, полюбуйся Какая-то нестыковочка А любит веселье, а значит злая сторона у неё есть Ну а куда же она её должна девать? Ну как куда? Побороть её как-нибудь? Задушить в себе, скажем так Или вот здесь, смотри, всё прекрасно подписано Ольга Аниматор Мне понравился твой рисунок, Ольга Я ничего даже критиковать не буду Здесь бы Иксуша сказал, что мало для критики Но мне нравятся её глаза Они прям как настоящие выглядят Вот здесь написано Такаши Всё понятно, что это Такаши А не какой-нибудь плейбой Антивирус Бенди Тоже всё подписано Ребята, подписывайте своих персонажей Пока мы их не запомним Вот Мэй Мэй, например Потому что персонажи у нас сотни А запоминать их очень трудно Особенно если их нарисовали только один раз Например, вот Мэй Боровский Я её первый раз вижу Ну или второй Отлично, у неё кофта Стройные, красивые ноги Супер рисунок Этот вообще рисунок разноцветный Красивый И тени есть И пальчики Пальчики вообще супер Я заценил И бантик я бы себе такой хотел Бенди, почему ты критикуешь вместо Иксуши? Потому что Иксуша и так не успевает Я ему помогаю Я думаю, никто не против Вот этот рисунок тоже красивый Разноцветный По-моему, это Полина рисовала Отлично Полина научилась линии рисовать Раньше они у неё кривенькие немного были Как говорил Иксуша О, вот посмотри Семейная идиллия Можно заголовок написать На нашем канале рождаются пары Мне тоже нравится эта пара Они отлично смотрятся вместе А сейчас начинается моя любимая рубрика Почитаячка Ну или можно её назвать по-другому Попробуй прочитать, что я там написал Кристотиль Семнадцать лет Любит рисовать Печитать Детективы Играть в компьютерные игры Готовит салаты Не любит проигрыши Не любит, когда в магазине Нет ни одного детектива По-моему, такого не бывает Характер застенчивый, милый Бывает угрюмой Ищет пару Она картавая Да это вообще не проблема У меня тоже голос не айс Как ты рассматриваешь Например, вот Зиро Он любит покушать И он мальчик Правда не написано, сколько ему лет Но вроде по виду серьёзный парень Или вот у нас есть ещё один мальчик По имени Си Которому пятнадцать лет Он телепузик телевизор Женилась на нём и всё И телевизор покупать не надо Сразу в приданное идёт Он не любит скок у дебилов И что-то там ещё написано Но я не могу прочитать Мелби Делоренси Восемь лет Би Сто шестьдесят восемь сантиметров Восемь лет сто шестьдесят восемь сантиметров Обалдеть он какой большой Растишки, наверное, ел много Влюблён в ВК Всегда хочет спать Но не всегда подаёт вид Умеет играть на пианино Способность регенерация Из золотистого цвета огонь Ух ты, красивые у него способности Не любит суицид И в какой-то степени свой характер Короче, красивый пацан Имя девятьсот восемьдесят Вот это такое имя, да Четырнадцать лет Расса демон-сестра А Агры любит Эджи Но это не точно Ненавидят, когда кричат на неё Занимаются гимнастикой Крылья есть Но летать она не умеет Срочно надо её научить Так, а вот может её научить летать Например, демон растений Правда, я там прочитать ничего не могу Как её зовут Но ей восемнадцать лет Она управляет растениями Мама у неё Аня А папа у неё нет Вот ещё одна мадемуазель Которую зовут Доминика Ей тридцать лет Она любит красный цвет Она красный ангел И ей тоже нужна пара Вот прям необходимо А у нас есть такой пацан Которого зовут Кремушик И ему шестнадцать лет С дружелюбным характером Он любит сладкое А не любит, когда его считают девочкой Но на девочку он не очень похож Имя Керлин Или Карлин Ей пятнадцать лет Любит готовить зелья И разыгрывать друзей Мама у неё тоже Аня Папа у неё тоже нет Лили Или просто Ли Четырнадцать лет Она у нас девочка Любит спать кофе Не любит плохих друзей Характер интроверт Биополярик Руки в реальности У неё вот такие все исцарапанные Она наверное любит на огороде розы пропалывать Юпитра и ДНС Двадцать девять лет Характер дружелюбный Строговатый Психический Весёлый Любит тишину леса Всем помогать Делать сюрпризы И звёзды Не любит войну ссоры И тёмные цвета День рождения Пятнадцатого мая На правой руке Исирана Имеет настоящий облик Трудолюбивый волк Это у нас Джейн Которой восемнадцать лет Она девочка Любит оранжевые Животных Чёлки любит Не любит школу Платье и юбки Она у нас лиса И тоже ищет пару Да где ж я вам наберу столько пар О, а вот кстати Красивый пацан Хотя нет Подождите Нифига это не пацан Имя Мэй Фамилии нет Возраст двадцать пять лет Характер весёлая Вот если б не написали Что характер весёлый Я б сейчас засватал Я не знаю С пацанов у нас Только вот этот товарищ В шляпе У которого свой завод По утилизации людей Один человек стоит пятьдесят рублей Два человека сто рублей Три человека сто пятьдесят рублей А что оптом Разве не дешевле должно быть? А неправильно какая-то у него политика И ещё один Уже пятьдесят шестой персонаж От Нади Имя Мэй Возраст неизвестен Пол девочка Любит природу Друзей чай Не любит телефоны И интернет Имя Зефирка Фамилии нету Автор очень ленивый Не захотел не раскрашивать У неё был парень У парня был друг Лучший друг Она его убила Обрезала волосы О господи А дальше это что было? Любит печеньки Единорогов И дошек Не любит одноклассников Рыбу и школу О ребята Зачем зелёные буквы Ничего же не видно Пары нет Пока свободна Это намёк Зовут её Сильвия Сейт Дальше я там вообще Ничего не вижу Стеснительная Дружелюбная Любит природу И свой талисман Не любит сильно сладкий чай И когда мусорят В её комнате Но тут я вообще Ничего не вижу Кроме Карина По-моему одну Карина зовут А вот вторую Даже Кенон Или Кемон Но естественно Описание я вообще Не могу ничего прочитать Тут кроме того что О вампир Любит музыку И наполовину ангел Ребятки пожалуйста Поразборчивее пишите Либо перепечатывайте В пайнте текст Имя Даша 14 лет Любит вечеринки Мама у неё Аня О Аня сколько нарожала народу Имя Саша 14 лет Любит моду Тоже мама у неё Аня Ещё один ребёнок От Нади 59 Имя вода Женского пола Она эльф Хуманизация воды А вот дальше Там ни черта Непонятно Характер Какой Блин даже характер Не могу прочитать Надя любит Ночью фотографировать Портативная Аннабель Модуль фактов Самый красивый Имя Белла 28 лет Любит пауков Пара у неё Люцифер Мамы нет Папы нет Брата нет Сестра у неё Ошибка Ай Здесь я тоже Ещё не вижу Его имя Я её не вижу То ли Лили То ли Мили То ли Мили Рост 140 сантиметров Еда Печеньки Любимое занятие Рисовать Расочернильный демон Любит она Бенди Но не показывает Этого Фред Ты куда пропал Не видишь Я тут знакомлюсь Вообще-то Наверное Давно Знакомится Фред Раз его уже Ищут Это милые Замечательные Телепузики Из детского Шоу Посмотрите Какие Красавчики Посмотрел И уснул Спокойно Эта девчонка С очень большими глазами С такими глазами Очень удобно Списывать на контрольной У соседа А если у вас Нету таких Больших глаз То можно заиметь Вот такое Какое-то устройство Очень интересное И наверное Оно поможет вам Решить домашку А он явно Отличник И вообще Не парится Насчет домашки Посмотрите У него Какое счастливое лицо А может он вообще Школу закончил А вот она Наверное Получила двойку Что-то она Грустная такая Либо у него Уроков слишком много Что-то она контрольную У кого-то списала Ух ты Вот это платье Это Джессика Раббит Красоточка просто Хорошо что Алиса Ушла Пропустила Такой шикарный наряд Что-что Что я там пропустила А я говорю Тощую Монику Пропустила С треугольными грудями Отличная Моника Ой что-то Она худенькая Какая-то Ничего подобного Идеальная фигура И вот этот Единорог Тоже идеальный Смотри какие у него Шортики Ой нет Я такие наряды Не хочу А как тебе Вот такой черный плащ Как у подруги Треда Гингертейла Тут даже в двух исполнениях Ой плащик Ничего Хороший Ну все-все Алис Иди-иди Все равно наша передача Уже подходит к концу Вот у нас осталась Фрэн Боу Я думаю Фрэн Боу Выглядит очень даже хорошо Ей немного бы расчесаться И все И обратно в игру Пусть идет О вот еще Красивый наряд У королевы эльфов Правда я не могу Прочитать Что там написано Опять Алиса Красивую шмотку пропустила А что ты там Про шмотки говорил Да ничего Иди уже Алиса У тебя выходной А ну ладно Всем пока ребята Я никогда не стану Нормальным рисователем Никогда не говори Никогда говорю я Все ребятки На этом наша передача Заканчивается У нас еще много 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 рисунков Очередь у нас Большая 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 Но не слишком Большая Большая Но большая И помните Нормальным рисователем Может стать любой Ну я имел ввиду художником Потому что художник Любой кто умеет рисовать Просто есть хороший художник А есть художник похуже Есть который старается А есть который не старается Вот и вся разница. Так что, если вы будете стараться, вы обязательно станете отличными художниками. Я вас во всех верю. Все, всем пока, ребятки. Желаю удачи, отличной рабочей недели, пятерок вам побольше в дневнике. И хорошего настроения. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»